было несколько вопросов по поводу моих собак я сейчас хочу немного затронуть эту тему мне было много собак в основном это были служебные собаки овчарки особо злобных не было но они были прекрасно дрессированы по общему курсу дрессировки и по защитной караульной службе они были почти все с медалями одна собака у меня стала служить милиции и не просто кому-то и отдала любому я отдала хорошему знакомому лейтенанту милиции с которым мы тесно общались по роду службу потому что работала до в судебной экспертизе он с ней гулял она выполняла определенная команда она ему доверяла и она конечно в милиции принесла значительно больше пользы кстати в советское время существовало почти такое правило это приветствовалось когда собак специально выращивали либо для милиции либо для пограничной службы есть такая книга рябинина автор она называется рассказа верном друге и там есть рассказ когда школьник вырастил овчарку и передал ее пограничникам до света приветствовалось специально для этого собак выращивали вот я потому свою собаку отдала в милицию и от этого не сожалею в основном у меня были собаки овчарки но собак конечно очень много пород и если собаки охотничьи есть собаки бойцовые собаки охрана то есть каждая порода она определенным образом выращивается она выводится тоже для определенных целей если вам нужно охранную собаку то то надо заводить например кавказскую овчарку или среднеазиатскую овчарку если нужно охотничья собака то то либо гончая либо борзая то есть из них скорее всего охранники не получится даже для шотландской овчарки колли которая тоже считается овчаркой это пастушья собака это собака нянька она вряд ли будет кого-то охранять есть собаки разыскные есть собаки ищейки мир наркотики ищут такие как лабрадор испанилили не тоже не охрана у них прекрасно чутье не могут искать наркотики они могут искать и преступников никого задерживать конечно они не будут особо хочу сказать о бойцовых собаках то есть изначально это охотничьи собаки то есть буль по-английски бык и вот эти терьеры слова терра земли это все терьеры они были раньше охотничьи даже были нападать несколько собак на быка или на кабана завалить этого быка либо убить его просто завалить а потом их стали выращивать именно как бойцовых хлеба и зрели чтобы собаки дрались на них ставили ставки специально устраивали собачьи бои потом этих бультериров начали запрещать потому что не только дерутся вряд ли она будет защищать хозяин или квартиру то есть на набор набрасывается но любое животное что движется нас не только на собак для того чтобы воспитать служебную собаку это надо очень много с ней работать и даже если например вы взяли щенка ну конечно надо знать какую породу вы хотите вообще взять либо это у вас будет просто домашний любимец например пудель или там баллонка то есть конечно из никакого охранника не будет но из любого щенка можно сделать либо послушного либо непослушного то есть если этого щенка маленькие два месяца и оставить его на целый день одного пример человек ушел на работу и на 12 часов оставить щенка дома а приходит у него там руку без разорвана много кусочков него погрызли диван где было бессоножки жены и сделаны лужицы и кучки то бить щенка зато ни в коем случае нельзя потому что если вы выращиваете щенка надо чтобы была семья чтобы с ним гулять чтобы с ним заниматься его учить чтобы он не подбирал отбросов по ничего не грызть чтобы он не тянул на поводке то есть собакой надо работать и прежде всего надо знать для чего вам нужна собака потому что чаще всего берут собаку либо для игрушки детей просто вот пока ребенок развлекаться пока нам с ней играет потом ребенок вырос эту собаку уже не надо она в лучшем случае попадет в приют в лучшем случае оставят на улице либо на даче держит летом там она что-то гавкает во дворе потом поехали в город собака не нужна она опять оказывается на улице то есть откуда появляются бездомные собаки бездомные собаки появляются именно оттуда то есть они из-за людей появляются я например в основном держала уже сказала что служебных собак не самая податливая они очень хорошо поддаются дрессировки с девчарки можно дрессировать и на защитную службу можно дрессировать на розыскную службу но меня в основном собаки были личной охраны спортивных занятий то есть они меня катали на лыжах и она охраняла или у меня либо мою квартиру кстати этот лейтенант милиции который меня передала свою собаку он меня научил трем приемом от хулиганов то есть мало ли собака там среагирует не среагирует там но кое-какие приемы я знаю я вас наберу подростков то есть я не беру маленьких и нет мне удобнее сдержать собаку который уже определенным образом как-то на сформировано то есть она уже может быть какие-то команды знать какой-то у нее уже характер есть но как я выбираю например если я хочу взять где-нибудь ну годовалую собаку если она в частном секторе ее там отдают или там может быть за дешево продают неважно то есть я прихожу туда и говорю пожалуйста владельцы уходите подальше чтобы вас не было дома и даже не было поблизости собака должна быть одна в этом вольере или во дворе без наморника без ошейника без поводка я вор для собаки то я же вор я же посторонний я же преступник и потому как на меня среагирует собака я надеваю куртку видавшую виды что ты можно было порвать не жалко надеваю специально на рукавник из брезента и открываю дверь захожу если собака на забор бросаться латки дается все на меча разорвет только открыла дверь она спряталась будку то это конечно не собака из не охранник не получится либо она начинает менял обезать ласкать лапу давать это тоже не охранник а вот если собака рычит пытая захватку сделать как-то она входит может быть сзади или сбоку да еще с перехватом схватит вот такую собаку я возьму то есть в данный момент я для него вор но когда я ее воспитываю ко мне привыкать она точно так же будет регировать но любого другого вора который зайдет ко мне в квартиру или не обознать еще такое мнение существует что если собака впустит и не выпустит эта собака очень хорошая но и собака может пустить ни одного человека например два три четыре вора зайду один отвлечет а другой просто чем-нибудь ее отварит ножом например там или какой нибудь гикой то все собаки нет или может ее отвлечь закрыть другую комнату а из этой комнаты выкидать ищете из окна то есть это собака конечно тоже не охранник она не должна пускать никого кто бы не заходил постороннего человека собака не должна пускать то есть тогда-то собака действительно бога но дрессировать надо любую собаку абсолютно если вас охотниче собака то дрессировать ее надо только на послушание то есть допустим делать стойку или там преследовать добычу не надо рисировать но если у вас служебная собака она конечно должна не преследовать кошек не бросается на машины должна тянуть на поводке там прыгать лапами на хозяина подбирать отброса то есть собаку надо учить надо с ней заниматься тогда если такие собаки будут что-то такое приличное но у меня собаки практически все послушно не все выполняют мои команды думайте для чего вам нужна собака как с ней общаться